Шалом и добро пожаловать на Вахафта Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Есть очень серьезная болезнь, которую мы встречаем во многих разных местах во всем Писании. И болезнь — это проказа. Не думайте о ней как о физическом явлении, как может восприниматься другая болезнь. Но проказа всегда подразумевает духовность. Это болезнь, которая приходит от Бога как наказание за гордость. Приходит на тех, кто говорит недоброе, что на Иврите мы называем «лашон хара», говорит «недоброе против других». И мы видим, что есть духовный процесс, через который должен пройти человек для того, чтобы быть возвращенным в общину. Потому что проказа выбрасывает вас из общества. Это такой духовный тайм-аут. И традиция была такова, если кто-то заболевал проказой, то только Бог, только Бог мог исцелить человека от этой болезни. И только через духовный, духовный процесс человек мог быть возвращен в общество. Проказа в Писании всегда важна. И сегодня мы рассмотрим часть Слова Божьего о прокаженном и Мессии. И это место Писания очень многое открывает об идентичности, о личности нашего Господа и Спасителя, Мессии Иешуа, Сына Божьего. Что ж, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матвея, восьмую главу. Евангелие от Матвея, восьмая глава. Обратите внимание на то, как начинается это место Писания. Мы читаем в первом стихе. Когда же сошел он с горы? После того, как он сошел с горы, вспомните, какой проповеди мы уделили несколько недель на горный. И речь идет об одной из гор возле Галилейского моря, Киннерет, в области Галилейской. Иешуа закончил это чудесное учение. И вот Писание говорит, когда же сошел он с горы? И мы видим, что там была толпа народа. Не просто великая толпа, но если перевести дословно, то слово толпа стоит во множественном числе. Оно соответствует греческому слову «много», а это слово также может быть как в единственном числе, так и во множественном. Здесь оно во множественном. Так что много разных толп следовало за Иешуа. И обратите внимание на следующую фразу во втором стихе. И вот всегда, когда это словосочетание встречается в Писании, оно имеет великую значимость. Нам встретится что-то, несущее великую информацию. Оно имеет значимое откровение для нас. Итак, мы читаем во втором стихе. И вот подошел прокаженный. Человек, страдавший этой страшной болезнью, проказой. Подошел прокаженный. И заметьте, что он сделал. Прокаженный. Что он сделал? Поклонился ему. То есть поклонился Иешуа. Так в чем значение? Вот прокаженный, и он делает что-то. Сам факт, что он подошел, и Писание говорит, что он подошел к Иешуа. Что в этом примечательно? Примечательно то, что прокаженный не должен был быть в обществе. Прокаженные должны были с большой тщательностью соблюдать дистанцию между собой и другими. Но этот подходит к Иешуа. Он кланяется ему, подразумевается, что он поклоняется ему, и никакой проблемы с этим нет. Почему? Он что-то понял. Бог не может быть осквернен. Богу незачем беспокоиться о болезнях как таковых, о духовной и церемониальной нечистоте. Понимаете, этот человек подошел к Иешуа, и он сделал это, не нарушив закон, хотя и не выдержал необходимую дистанцию. Ведь Иешуа — Бог. Прокаженный признает это и демонстрирует это тем, что поклоняется ему, говоря «Господи». Это очень важный термин. Господин. Господин Вселенной. Он говорит «Господи, если хочешь, если это Твое желание». Это о чем-то говорит. Он пришел, он прокаженный, но мы что-то поймем. Мы поймем, что этот человек усвоил свой урок. Он был прокажен проказой от Бога и заслужил это. Бог не делает никаких ошибок. Прокаженный говорит «Я усвоил свой урок». Если вы согласитесь, вот что подразумевается под его словами. Если желаешь, если хочешь, если это Твое желание, если ты исследуешь Меня, он говорит, «Если хочешь, исцели Меня». Он говорит «Ты можешь, если хочешь». В этом смысле не только можешь, но это разрешено. Исследуй Меня, взгляни на Меня, я изменился. Я не тот человек, что был прежде. Он говорит «Если хочешь, ты можешь». И вот слово «очистить Меня». Если говорить точно, прокаженный не сказал «Ты можешь исцелить Меня». Понимаете, он говорит «Духовное исцеление уже произошло». Я изменился, я свой урок усвоил, я ходил в гордости, говорил зло другим, и я понимаю, я осознаю, что это плохо. Я был исцелен, я был изменен, избавлен от такого поведения. Но этого недостаточно, потому что он должен быть от этого очищен. Есть два аспекта. Есть физический, и есть духовный. Внешний и внутренний. Он говорит «Я изменился внутренне, но внешне нет». И только Бог, только Он, может сделать это изменение. Он говорит «Можешь Меня очистить». Третий стих. Иешуа протянул руку, и что сделал? Коснулся его. Опять-таки, обычный человек этого сделать не мог. Это было бы неправильно, и такой человек осквернился бы. «Но Ешуа – Сын Божий». Знаете, для меня удивительно, что я получаю одно письмо за другим с вопросом. «Вы верите в божественность Мессии, в то, что Он поистине Бог?» Очевидно, да. Утверждения веры на нашем сайте утверждают это. И я во многих посланиях это подтверждаю. Также люди спрашивают меня, «Вы верите в Троицу, в то, что Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой, что Он – один Бог в трех ипостасях, три ипостасях, один Бог?» Да, верю в это. Писание открывает это, и я твердо верю. Так что, этот человек говорит то же самое. Он верит в то, что Ешуа – Бог. Бог среди нас, Эммануил, Искупитель. Так что, Он говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Ешуа протягивает руку и касается его, говоря, «Хочу», что значит, «Я желаю, я хочу очистить тебя». Он говорит, «Хочу», и Он говорит, «Очистись». «И это термин власти». Ешуа не говорит, «О, я надеюсь, что ты будешь очищен, я хотел бы». Нет. Он говорит, «Хочу очистить». Он говорит, «С властью». Третий стих, вторая часть, и что тут сказано? «Несколько дней спустя»? Нет. И Он тотчас очистился от проказы. Или проказа, Его проказа была очищена, что значит, «Сразу же». И Ешуа говорит им, «Смотри, никому не скажу». Почему так? Что ж, мы увидим в Евангелии от Матвея, а также и в Евангелии от Марка, что есть такой богословский термин, который теологи называют «мессианская тайна». Почему это? Что ж, иудаизм, и мы будем еще встречаться с этим в последующей неделе. Иудаизм верил в двух мессий. Одного они называли «Мессия Бен-Йосеф», то есть «Мессия», сын Иосифа, а другого «Мессия Бен-Давид», то есть «Мессия», сын Давида. Они говорили о двух мессиях с двумя разными ролями, с двумя разными делами, с двумя разными работами. А мы с вами знаем, мы знаем, что Мессия один, но у него две разных роли. Одну роль он совершенно, полностью совершил, когда пришел 2000 лет назад и исполнит вторую роль, как Машех Бен-Давид, Мессия, сын Давида, когда вернется. Но он один и тот же Мессия. Очищение прокаженных, пророчески это делает Мессия Бен-Давид. Но он это сделал сейчас, потому что этот человек признал его за того, кто он есть. Потому что он сделал действие, принадлежащее Мессии Бен-Давид, будучи в роли Мессии Бен-Йосеф, страдающего слуги, призывающего Израиль покаяться и принять его дело, искупительное дело. Поэтому он говорил, «Я сделал это дело». Это чудо было совершено, но не говори никому, потому что я хочу, чтобы они сосредоточились на том, кто я сейчас, Мессия Бен-Йосеф, а не на том, кем я буду, когда вернусь и буду совершать дела Мессии Бен-Давид. Вот почему он говорит, «Смотри, никому не сказывай». И что дальше? «Но пойди». И Ишуа продолжает говорить, «Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Никому ничего не говори, но пойди к священнику. И вот что он подтверждает, многие люди этого не понимают, но что говорит это Местописание, «Принеси дар, приношение», согласно Торе. Это показывает, что Ишуа не против Торы. На самом деле, сделанное им делает для нас возможным исполнять праведность закона, выполнять заповеди Бога. И вот что Ишуа говорит этому человеку. Он говорит, «Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Когда же? Переходим к следующему разделу. Пятый стих. После этого, когда он вошел, когда Ишуа вошел в Кафар-нахум, в Капернаум, к нему подошел, Ишуа вернулся в местность, где находится его дом. Он оставил Назарет в то время, когда его служение должно было начаться. И он приходит в то самое место, о котором сказал пророк Исаия в конце восьмой и начале девятой главы своей книги, где сказано, что свет воссияет во тьме. Это произойдет между Завулоном и Нефалимом у Галилейского моря. Итак, Ишуа возвращается в это место и вот что происходит. Тут сказано, к нему подошел сотник и просил его. Этот сотник римский начальник. Он имеет великую власть и как бы один из врагов. Я имею в виду, он римский чиновник, римский военачальник, поставленный в этом месте Галилеи над Капернаумом, а может и над большим регионом. И что говорит Писание? Он приходит и ключевое слово просит его, говоря, посмотрите шестой стих, Господи, слуга мой, это значит, что он слег, лежит дома в расслаблении, то есть лежит парализованно и жестоко страдает. Что-то выделяется, когда мы смотрим это местописание. Прежде всего, типичный римский чиновник, если у него есть слуга и он в Израиле, то его слугой будет молодой человек, еврей. Вероятно, подросток. А почему этот молодой человек служит римскому чиновнику? Вероятно, это значило, что он был сиротой или был из очень, очень бедной семьи. Они были так бедны, что не имели ресурсов заботиться о нем. Так что они отдали его, может, продали, может, получили деньги, как бы там ни было, но они отдали его этому римскому чиновнику. И большинство римских чиновников, если слуга заболевал, просто избавлялись от него, говоря, найдите мне другого, который мог бы восполнять мои нужды и исполнять мои поручения. Они не стали бы думать о благополучии этого молодого человека, а думали бы о себе. Но этот сотник совсем, совсем другой. Интересно, как вера в Мессию делает нас другими, потому что этот человек, как мы увидим, этот сотник, он римлянин, он язычник, он солдат, он угнетатель, но он изменился. И мы видим похожее место про него в Евангелии от Луки, где сказано, что он любит еврейский народ. Продолжим читать о том, что происходит. Он говорит Ешуа, что этот молодой слуга. И греческое слово здесь «пэсс». Сегодня об этом слове говорят много, и я сделаю паузу, чтобы разобрать один вопрос. Знаете, я презираю тех, кто манипулирует Словом Божьим, зная, что то, что они говорят, неправда, но они пытаются использовать Писание для того, чтобы оправдать, оправдать то, что Бог не оправдывает. И что это? Что ж, есть такие, которые учат, что это слово «пэсс» означает молодого любовника, взрослого мужчины. И это ложь. Нигде ничего такого не сказано. Это фабрикация для того, чтобы попытаться оправдать гомосексуализм, который Писание называет мерзостью перед Богом. Я слушал одну проповедницу, ее учение касалось мужчин, но вот проблема. она рассказывала о том, что была лесбиянкой и о своих друзьях-гомосексуалистах, что они ему приносили великую жертву, не поступая по этому неправильному желанию. Позвольте мне что-то сказать. Хорошо, что они этого не делают. И мы все боремся с грехом, правильно? Все борются с грехом. Это духовное сражение. Да, это трудно. Они ведут духовную войну. Хвала Богу за это. Но сказанное ею неправильно. Почему? Они не приносят жертву. Они ведут сражение. Они идут против плотского. Понимаете, у нас есть эти плотские желания. Они греховны. И нам надо действовать против них. Но когда мы не грешим, мы не должны рассматривать это как то, что мы приносим жертву. Да, поступать правильно угодно Богу. И это принесет хороший результат в нашей жизни. Однако, говоря нет греху, мы не приносим жертву. Мы делаем то, что и должны делать. Так что термины, что она использовала, не были правильными с точки зрения Писания. Это слово, и между прочим, оно используется и для описания отношений «Отец-Сын». Между Богом, Отцом и Его Сыном Мессией. Использовать это слово в гомосексуальном контексте мерзко и оскорбительно. И это слово можно перевести просто как «Слуга». В книге Деяния назван этим словом «Слуга Его Небесного Отца». Так что этот юноша был парализован, был прикован к постели и страдал очень, очень ужасным образом. Седьмой стих. «Ешуа говорит ему «Я». И это слово, вероятно, в вашей Библии сказано «Я приду». Но буквально здесь стоит прошедшее время. Почему? Что ж, в Иврите мы можем сказать «Ани Каварба», что значит «Я уже пришел». И вот что это должно показать. «Я полностью посвящен, я точно это сделаю, можешь быть уверен». Так что это указывает на еврейское происхождение этого греческого предложения. Он говорит «Я пришедший исцелю его». И сотник, посмотрите восьмой стих, сотник же отвечая сказал «Господь, я недостоин». Как это мудро понимать, что перед Богом мы с вами недостойны? Мы люди, отчаянно нуждающиеся в Божьей милости. И одно из того, что угодно Богу. И поймите, есть сильная взаимосвязь, прямые отношения, мощная корреляция между смирением и верой. Если вы не смиренны, ходить в вере вы не будете. Если вы не смиренный человек, вы не постигнете истину Божью. Итак, сотник говорит «Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Но скажи только слово, какое утверждение веры. Он что-то понимает. Бог устанавливает порядок вещей. Бог может делать все верно, даже только сказав. Так что сотник, говоря «Скажи только слово», признает божественность Мессии, что Он Сын Божий. Он говорит «Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я какой подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делай. Он понимает, и вот нечто очень важное. У сотника есть понимание о власти. Он понимает, как действовать со властью, и он понимает, как действовать под властью. Это понимает солдат, управляющий многими людьми. Он понимает, как работает власть. И позвольте мне поделиться с вами. Пока у вас не будет понимания о духовной власти, как принимать и использовать ее, как признавать власть Бога над своей жизнью, власть Его Слова над вашей жизнью, ничего угодного Богу у вас происходить не будет. Понимание о власти основополагающее. Обратите внимание на реакцию Мессии. Посмотрите вместе со мной 10 стих. Услышав это, Ешуа удивился. Я проповедовал по этому тексту и раньше, в другой связи и с другими параллельными местами. Я обычно начинаю, спрашивая собрание. А у вас есть вера, которая впечатляет Мессию, удивляет Бога? Что ж, сотник, язычник этот имел веру, которая удивила Бога. Что говорит Писание? 10 стих. Услышав это, Ешуа удивился. Удивился и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Если вы мудры, вы захотите такой же веры, веры, которая впечатляет Мессию. И эта вера, не сделайте тут ошибки, эта вера признает власть. А вы признаете власть Слова Божьего в своей жизни? Вы признаете власть, которую Бог имеет над вами? Что вы лишь Его творение, а потому вы обязаны воздавать Ему честь, славу, хвалу, поклонение. Живете ли вы жизнью поклонения? Если нет, значит, у вас нет понимания о власти, и вы не тот, кто удивляет Мессию, но вы тот, кто разочаровывает Его и станете восприемником Его суда. Почему? Потому что только верой возможно угодить Богу. И Он говорит, посмотрите, Он говорит, и сказал идущим за Ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Одиннадцатый стих. Говорю же вам, что многие, многие, слово стоит во множественном числе, придут с востока и запада. Но это не необычное слово приходить, это слово ика. Что это за слово? Это значит прийти, прибыть. но вот ключевой момент прибыть по конкретному назначению вместо назначения. И тут сказано, многие придут с востока и запада и сядут с Авраамом. Это слово означает возлечь, оно означает разделить общение, особую трапезу, и сядут, возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Где? В Царстве Небесном. Обратите внимание на взаимосвязь между переживанием Царства Небесного и признанием власти Бога над вашей жизнью. Эти вещи идут вместе. Они сядут, возлягут с Авраамом, Ицхаком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства означает следующее, те, кто рождены для Царства, речь идет о евреях, и вот ключевой момент, тут нет никакого антисемитизма, но речь вот о чем. Царство Небесное, хотя Бог дал откровение о Царстве в начале евреям, хвала Богу за то, что Он дал нам это великое преимущество, но Царство Божье не основывается на родословном. Если вы не признаете власть Бога, что будет? Если вы евреи, но не признаете власть, а авторитет Писания, если вы не живете под властью Бога, что с вами будет? Мессия говорит, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Вы слышали это? Речь идет о наказании. Если вы не признаете власть Бога, то получите вечное наказание. И не имеет значения, кто вы. Бога не впечатляет, что вы родились в этой семье, национальности и так далее. Что впечатляет Бога? Писание говорит нам здесь вера. В заключении 12 стих. Да, 12. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Ешуа сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его. Обратите внимание на это. Выздоровел в этот, в тот час. Что говоря о времени, оно закончилось. Пусть Бог благословит вас на этой неделе. И до встречи на следующей. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.